Доброе утро! Вкратце, да. Я очень хотел спросить. Первая и для меня очень волнительная и важная новость. Вы правда нашли золотую бабу? Легендарную золотую бабу? Мы правда нашли бабу. Насчет того, что она золотая, она каменная на самом деле. Это для нас неожиданностью, кстати, было сейчас. Ну, на самом деле, это не неожиданность. Во многих источниках как раз и 18-19 века описывается, что она не из чистого золота. То есть, мы просто хотели бы, чтобы она была из чистого золота. Но, к сожалению, или к счастью, на мой взгляд, к счастью, то, что она золотая, это эпитет. Я всегда так считал, что само изображение может быть деревянным, медным, в данном случае каменное. Но золотая, она, как вот я уже говорил, что мы обращаемся, когда к любимым, к ценным, мы говорим, золото мое. Я думаю, что здесь точно так же. Но есть еще одно обоснование. Дело в том, что это все-таки символ поклонения обских угров. Считается, что это образ матери-прародительницы. Она хранительница дома, она хранительница очага, связана с огнем. И поэтому вот этот золотой эпитет, он связан как бы с огнем и солнцем. И в этом смысле она золотая, а не потому, что она из чистого золота. Где она была? Где вы ее нашли? Значит, ну, вот данный идол находится в Ханты-Мансийском районе, приблизительно в 100 километрах от Ханты-Мансийска на юг, недалеко от окрестностей деревни Соган. Находится, в общем, в таком очень укромном уголке, куда очень сложно добраться. Ну и не надо, наверное, туда никому добираться. Пускай она там и будет. У нас сейчас есть задача, и, собственно, мы ее уже обговаривали с региональным органом охраны памятника, для того, чтобы это место сделать достопримечательным местом и поставить его под охрану. Скажите, это целенаправленно вы отправлялись на поиски золотой бабы? Или все-таки это некая случайность, которая произошла во время экспедиции, во время археологических раскопок? Ну, в данном случае это было целенаправленно. Вообще, как бы, ну, о золотой бабе, наверное, слышал каждый. Я, будучи студентом исторического факультета, писал дипломную работу по Согамским Хантам, и тогда впервые узнал, в общем, легенду и о том, что недалеко от Согама находится вот такой каменный идол. Она не называется золотой, она говорит, каменная баба или каменная старуха. А в течение 15 лет, с 2007 года, вот по настоящее время, мы работаем на территории Согама, там уже вот благодаря нашей деятельности мы подготовили проект об основании достопримечательного места там. И каждый год нам, в общем, местные рассказывали об этой вот каменной старухе. Вот, но она находится в таком недоступном месте, что каждый раз мы не могли туда попасть. А в этом году, в связи с тем, что невероятно большой паводок именно вот там, туда нужно, если вот на лодке ехать... То на лодке, в общем, туда попасть можно. Да, в большую воду. И, в общем, в этом, в этот раз все совпало. Вот, мы практически, да, доехали большую часть пути на лодке, и дальше там уже там несколько километров прошли пешком и на везде ходили. Мы не будем сейчас открывать все секретов, потому что у нас есть там, мы посмотрим программу, где все рассказано. Скажите, с 1 июля у вас открывается археошкола, начинается набор в археошколу. Что это, как это, для кого? Значит, это еще один проект, который мы реализуем, в общем, с 2018 года. Я веду раскопки городища Ширкалы-1, что находится в Октябрьском районе, недалеко от современного поселка Ширкалы. Это средневековый памятник археологии, в общем, достаточно большое поселение, укрепленное поселение, городок. Я предполагаю, что, возможно, это был один из центров, или, может быть, главный центр Югры того времени. И на базе этой экспедиции мы организуем археошколу. То есть, мы набираем людей, молодых людей, которые проходят, так скажем, стажировку или знакомятся вообще с археологией как таковой. В этом году, ну, нужно сказать, что памятник достаточно уникальный. Уникальность его заключается в том, что до нас доходит большое количество органических предметов, что до археологов доходит редко. Чаще всего археолог имеет остатки неорганических предметов. Довольствуется остатками. Да. А здесь большое количество дерева, бересты, кости, отдельные фрагменты кожи, ну и так далее. Постройки целые, в общем, и так далее. А каким датируется это срок? Период датирования от 12-го до 17-го века. То есть, 500 лет как минимум. А группа какая? То есть, это, я имею в виду, вот, ну, там, раса и вот эти все моменты. Ну, мы можем сказать, что, безусловно, это период формирования вот современных хабских угров, хантов и мансий. То есть, напрямую сказать, что это были ханты или мансии, вот, я не верюсь. Потому что, все-таки, этнос, это понятие динамичное, оно постоянно изменяется. Но то, что это были предки современных хабских угров, это совершенно очевидно. Ну, и материал во многом связан с территорией северного приуралья. Это территория современного проживания Коми, Коми-Зырян. И поэтому, то есть, вот, те памятники, которые находятся на современной территории Коми, да, вот, археологически этого же времени, по материалу, по предметам очень похожи. И мы предполагаем, и, в общем-то, есть этому историческое подтверждение, что население северного приураля переселялось через Урал сюда, вот, на Нижнюю Опию. Здесь смешивалось, видимо, с каким-то местным населением, ну, и формировался, в общем-то, новый этнос, который мы сейчас называем Манси или Ханты. И, собственно, вот, я начал говорить о том, что большое количество органических предметов сохраняется, что очень редко. И поэтому в этом году наша школа посвящена теме, как раз, полевой консервации и реставрации. Почему? Потому что, в общем-то, ну, археологов у нас вообще в стране не очень много, вот, а уж, как бы, специалистов по консервации и реставрации археологических предметов, ну, буквально, вот, можно по пальцам пересчитать. Единицы. И поэтому хотелось бы, чтобы молодежь, люди, которые заинтересованы и связаны так или иначе с археологией, они посмотрели, как, вот, ну, происходит процесс. Вот расскажите, как подать заявку, куда, где? Значит, реализует, этот проект реализуется на средства гранта губернатора, автономной некоммерческой организации «Культурное наследие Севера». Есть сайт «Культурное наследие Севера». Можно в поисковике набрать «Культурное наследие Севера». Там есть форма заявки, и ее можно отправить. Значит, есть группа ВКонтакте «Культурное наследие Севера», тоже можно ее найти. Вот, сейчас я даже, вот, ну, слышал, идет на радио «Югра» и на телеканале «Югра» ролик. Об этой экспедиции там указан телефон. То есть вся контактная информация? Вся контактная информация есть, поэтому могу продиктовать свой телефон прямо сейчас, и можно позвонить мне. Ну, мы передадим. Александр, спасибо большое, что нашли время, пришли и рассказали. Мы желаем об удачных раскопах и интересных доходах. Мы заслушались. Спасибо большое, приезжайте к нам в гости. Мы планируем организовать пресс-тур где-то к середине июля, к закрытию школы. Так что ждем вас и ваших сотрудников, журналистов. Спасибо. Друзья, с гостем прощаемся, вам же говорим. Не останавливайтесь на достигнутом, копайте и ищите, у вас есть две минутки.